я приветствую вас друзья это полиция до вебки нет вебки нет и скорее всего больше ее не будет в обычных видосах вебка останется только на стримах на стримах стрёмная вебка на стримах вот так все ладно продолжаем многие эту игру ждут спрашивают почему ее нет почему нет как многие человека 2 в общем потому что мне пришлось переигрывать несколько дней из-за того что моих там пару полицейских погибло у меня их так нет и в общем погнали короче 11 декабря не вышел на работу ну окей твои проблемы я перебрал с выпивкой два ли могу выпить так запомни запоминаем мурадян мурадян пьяный если что мурадян пьяный если что лили прислала меня на замену умершему больницы коп спрингер такой старый ты розенгран с мистер наш сегодня похороны галлин вулубек хочу почтить да на пару часов лады да на пару часов идите не вопрос да 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 на пару часов можете идти 4 человека у так что у меня сегодня в смене похерена так давайте-ка наверное ему а серьезно мне нету картридж для тазера то есть они одноразовые будут давайте наверно персион лошара давайте дадим ему вот так все хотя бы одному хотя бы одному дать тазер так это что это еда денег у меня опять писюн наплакал французский луковый суп макароны с сыром 52 доллара и 64 52 а это что такое апельсиновый сок кофе кофе 12 чуть-чуть я потрачу свои 24 доллара не вопрос так секрет наваленной кучи все таки все таки все таки я наверное не буду сегодня никого назначать на расследование потому что у меня и так мало а отправиться давайте пытать раз он не хочет купим досье что у нас туда в досье так выписка из истории болезни пациент эмиль педерсон кистопочки от хирургического вмешательства пациент категорически отказался поступил в больницу в бреду сильным обезвоживанием так пяти суток после пяти суток в заперти в крохотном чулане значит на него это не повлияет подозрение на расстройство психики из-за произошедшего раздрыв четырехглавая мышцы бедра травма получена во время занятия лыжными гонками на ага холода значит ему тоже не не важен назначен курс лечения и реабилитации но дальнейшие занятия спортом противопоказаны несмотря на прекрасный не пан ого физическая форма то нифига себе короче холод и запи заперти ему не страшны вообще ну давай попробуем свинобойню купим место где можно пытать людей так электрощипцы на правительством ничего не говорил хлебнуть дерьма можно током можно бить это что морозильная камера ему по барабану а воля и здоровье серьезно но попробуем блин здесь в дерьмо давайте в дерьмо и бахнет его мне надо чтобы она воли со здоровьем вместе тратится ноги ток на основном воля ломилась быстро да что что в смысле как-то пара неодинаковая ты так нечестно лил почему в смысле подожди бочка он сдохнуть же может правильно да попробуем 1 1 вроде бы как или он наоборот а он здоровье добавляет по моему кстати нет воля добавляется сука правда думали окей я понял тебя а здоровье добавить нечем да глупо была идея добавлять здоровье туда ну ладно но он сдохнет час а давайте а похеру а сдохнет и сдохнет не плевать боюсь движ до твой дружок издал свой последний диск и зато мои синие сегодня попируют кручен сдохну все и хрена либо не вообще сдох и сдох туда и мой дорога не хотел ничего рассказывать прям ну не пиздец вегули ладно я понял так похороны то если завтра нужно будет заплатить пошли вы да хватит снежная бюро так скромно двое копов умерли тут как бы вот так это было это не теку пока драка что за драка двое пьяных стариков повздор или и один вылил бутылку пива на голову другому завязалась драка 930 очков мурадян отвали ты бухой нет ты не поедешь вот один кража кто-то украл лучшую курицу несушку бежать перси у нас езжает едет захват заложников вот вонючая хрень из-за которой у меня постоянно умирали копы и из-за которых я суперировал в общем-то и одна из тех причин по которым не было долго серии в общем то и все так все хорошо рад что моего коллеги были приличные похороны спасибо что отпустили хорошо и тебе пожалуйста пожалуйста по определению наркотик ударить дубинкой в старика в кожаной куртке заломать у кого сила побольше но у тебя хотя бы она есть коп заломал старика в кожаной куртке арестовал лысый старик тем временем поднялся со стола и сплюнул пивы и побежал на копа с криком порву за братишку я тебя заломаю слышь и старик ударил копа в лицо полицейский отключился и от больницы но потрясающая игра просто ебучая вот он без силы я понял у меня похуй так нет что школа под пансион имени святой фаустин утверждает что он внук прогуливают уроки в заброшенном пансионате и курит а марихуану я это уже проходил я знаю что он там ничего не будет так давайте что здесь было джеймсон хил я моего отставки что 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 отправьте к моей женикопа помоложе но у меня нету никого помоложе например вот но он не помоложе разин кранц и не могу его отпускать в лесу дерутся двое мужчина странной одежде 1200 хераси 2 отравление наркотиков не берем потому что это все чушь я это уже играл действительно проводил уроки но курил обычные сигареты и ни то ни другое не преступление все прекрасно так бы зря людей послал что у нас здесь банк шерфудом начали заметил как двое вооруженных людей бежали в банк 2095 я проснул скорее всего потому что они пацаны вроде едут посмотрим успеем или не успеем очень мало людей теперь нет я я не успею ни туда ни сюда они очень медленные просто пиздец просрал это просрал и другое просто прекрасно причем я поехал на бесполезную я эту фигню не выполнял не помню парк имени верховного суди тренда проститутка обслуживает сразу нескольких мужчин на лавочке серьезно держать не поедете ну хорошо то есть я этот день опять просрал я этот день опять ребятки просрал да по это нахуй кое-что подозрительное говорят мистер роули помощник ресничего видел вчера дороге на везде в город три странных фургона припаркованных у обочины мистер роули охотно делится подробностями на крыше одной из машин была какая-то антенна вроде спутниковой тарелки но вообще на фургонах не было никаких никаких опознавательных знаков никаких надписей даже номера какие-то странные синего цвета я таких никогда раньше не видел я затаился за деревьями и хотел понаблюдать наскоро из одного из фургона вышел какой-то мужик в костюме и черном плаще он закупил сигареты и зыркал туда-сюда так что мне пришлось тихонько убежать уж не знаю что этим людям нужно но все это как-то жутко выглядел даже не знаю как объяснить прямо как в тех страшилках про людей в черном я думаю тебе туда не стоит лезть они ведь там могут быть какими-нибудь обычными инженерами пацаны вы очень медленно ездить и мы вы могли бы как полицейские включить сирену и просто пролететь пролететь вот здесь проституция я три задания просрал из-за того что у меня нет людей банально так мистер наш у вас в камерах не замки а какая-то дрянь я в легкую выбралась из клетки изобрела в раздевалку к вашим подчиненным сколько же там всякого добра хотя к чему тут являться с вызовов они регулярно уезжают с набитыми карманами сама не раз я делаю хотела сбежать но сейчас у меня есть что-то идея получше давайте незаметно пройдусь по шкафчикам и побрею что-нибудь цену пока твои недоумки на вызове ваша рта точно этого не обеднеет все что найду поделим пополам нет конституция никто не сбежал а это не брегу поступим сбежал 3 короче три вызова я просрал и туда и не поеду тоже и расследование не сделал и вызов заложников просто потому что я не хочу проходить это говно отвечаю просто не хочу у меня мало людей там 12 преступников которые меня просто ебашат во все щели вот просто это я не буду врать я прох я пытался пройти этот захват заложников я играл 4 часа 4 блять часа я пробовал пройти я не хочу просто не хочу что это такое ваши копы перцовый баллончик мне нет вообще денег видите летом лесом завтрашняя семена выходит все все выходят вообще сегодня хера не делали что блять пенкин охуел 10 человек будет у меня в семене 12 декабря прекрасно продолжаем я перебрал с выпивка муродиана надо лечить муродиана надо лечить я перебрал с выпивка еще один мудак пьяный очень распределяем мне одни тут картриджи для тазеров rockys fingers так у меня 1800 900 капец просто капец реально очень мало денег и они ниоткуда не берутся вы понимаете что происходит просто ниоткуда какие в жопу чизкейки алло пончики и кофе все 50 баксов секрет наваленной кучи так давайте назначать наверное персий пойдет сюда и он ищет за бомжа так тайна ночной пробежки и загадка ржавого гвоздя кто-то украл курицу не сушку а доброго твой бать так здесь у нас пойдет старый мудак что у меня здесь длинноволосый парень седой мужик седой мужик вряд ли один волосый парень я думаю так и есть она пускай ищет пускай ищет да пускай ищет длинноволосого парня следующий раз посмотрим почитаем еще раз все достаточно завтра нужно отвалите от меня пожалуйста я как отставной коп всегда держу ухо востро даже когда выпиваю так вот вчера в баре уловил беседу ваших ребят о банде санитары леса мол ускользнули подонки от правосудия вы еще хотите эту банду поймать или как если что я готов поделиться кое-какой информации которая поможет вам снова сесть и на хвост но не за бесплатно конечно давай на кону 40 тысяч баксов то есть лечен джентли у меня в семье говорят скончался мой дед но он всю жизнь просветил службе а в отставку ушел самым титулованным военным в этой части стороны такой герой заслуживает настоящих похорон с почетным караулом военная часть отвода была расформирована несколько лет назад теперь никому заняться организации службы так ну окей трое человек пойдут трое до мурадьян поедет первый наверное вот этот уросава и мурадьян я не думаю что они разобьются в аварии какой то так вот один кража опять еще еще одно расследование вы имея что вы хотите но бельмонт ладно и жай япон и бог вооруженное ограбление серьезно 2000 очков 1 2 3 отлично езжайте сейчас все размочим сегодня нужно день провести как нельзя лучше прям вот просто очень хорошо нужно провести день кладбище что здесь сэр нэш неловко получилось артоваста дождался командой стрелять спустил курок но оказалось что он забыл зарядить револьвер бедняга-то стал суетиться и в итоге перезарядил стул случайно пальнул вдове прямо в меховую шапку хорошо что хоть башку не снес было бы двое похорон по цене одних а мистер симонсон ярости провел нас с санными тряпками кто кто это сделал артоваст у меня нет такого я никого не посылал с такими меня вы че долбаем что короче пиздец вот так вот делай хорошо людям они тебе отплачивают говном это как в жизни ребятки это как в жизни добры добрыми делами прославиться нельзя запомните это навсегда все что ты делаешь людям доброго никто никогда не помнит а если насрать на голову они будут помнить это всю жизнь так фура на обочине оглушенный водитель лежит на земле и вооруженный мужчина стоит в прицепе и подает картонные ящики своему сообщнику в кузове грузовика уже много таких ящиков это мне кажется просто грузчики ну алё в ответ грабители бросили коробки открыли по копам огонь бросить светошумовую гранату бросил гранату и она ушла грабители не стали легкой добычи полиции в картонных ящиках оказались большие телевизор великолепно но это что это большой телевизор но серьезно ну-ка это вы что так аранович у нас что у тебя дружок скорость скрытность стрельба мне нужна сила потому что часто помимо скорости еще и силы требуется на вот таких вот вызовах отличником так знаешь я начал учиться искусству биомассажа биомассажа это что насрать на спину и растереть ему едит единственный клиент в полном восторге все повторяет что в мои руки вселилась целебная сила лесных духов мне нравится эта работа я хочу быть не лучшим а для того чтобы было много практики я тут подумал и понял что для моих тренировок в нет кандидатов лучше чем копаем уважают сидячая малоподвижная работа да пока я учусь то никаких денег спросить с вас не стану просто видели вы выдели мне в участке небольшой уголок и я сделаю бесплатный массаж всем желающим давай почему нет без массаж это вообще отличная фигня ребятки массаж каждый день по себе делу так и женщина негодует что у нее под домом носятся какие-то гонщики с таким ревом будто и так это не одни это просто дети я помню эту хрень не надо не надо никого вызывать что это мистер нэш хотите сорвать легких денег я недавно наблюдал одного из ваших подчиненных за работой он не все как пуля за пацаном который стащил несколько консерв с прилавка продуктового вот уж не думал что шарпутский коп может так быстро бегать смотрел я на это и осенила мне гениальная мысль короче это я помню этого чувака он это ледяное какое-то озеро и он там сделал типа парк такой где можно отдыхать давайте курасау отправим о боже мой ладно отъезжай ты он еще заплатили еще и бабла и мы сможем там отдыхать если захотим нарушение скоростного режима 945 женщина негодует это все понял это это бесполезная хрень вот смотрите зуб даю на отсечение что это все детишки играют в игрушки смотри при этом зону женщина очень громко играли дети которые воображали себе гонщиками их уже позвали по домам уши нить все пока все идеально идет пока все идет идеально идеально так мы нашим мы с корешами испанам гроб wild in zero с хотим вздернуть на гитарной стороне местной власти консервативных ублюдков которым насрать на простых людей хотим мощно заявить о себе чтобы нас по новостям показали идея такая мы поднимаемся на крышу полицейского участка зажжем сердца люди своей музыкой а потом разгромим в наши инструменты в щепки поднимем так сказать эволюционную волну который унесет нас из этой долины консервативного супа с деньгами у нас пока с деньгами у нас пока туго сам понимаешь но вот косеть тебе от души навалим и ему злом всяким и чистых которые сможет записать себе любовные баллады или другой другой перейдешь который там слушаешь давай похуй чуть-чуть денег денег так вымогательство из матери одиночки грубо вымогают деньги за удобство серьезно я не знаю кто езжайте вдвоем панки на крыше на и что этих обезьян на крышу пустил чем ты думал мы же копы и нас уважать должны а все и так держат нас за мусор тем более после такой клоуна да еще и рано ведь от шума голова развалялась и он ушел домой за таблетками досрать вы получили пустые дик аудиокассеты записями голова разболелась и все я люблю панк музыкантов и панк-рок это тоже круто так что не пизди не здесь знаешь зачем ты подминаем это дерьмо струбим бабла говорил ты будем купаться в ровскаж уверял мне тварь но единственное в чем я сегодня скупался это были бы мои слезы я подскользнулся на льду растянул себе ногу боль была адская в рай сказал что мне придется побыть в больнице я не знаю ты лох ты понимаешь хорсмут ты вонючая тупая баба к девушкам никакой претензии но этот мудак в отличие от нормальных пацанов нормальных девчонок ведет себя как я не знаю кто там он здесь главное короче мудак там прострелил кому-то шляпу блин мудила реально короче этот черт за 100 долларов убивает людей понимаете что происходит задержать и задержала оплату аренды трейлера и владелец и лишь напомнил я об этом я понял короче просто так вандализм стадион зодиака прохожие сообщил что школьник рисует непристойной граффити на стене съездит и один такая изнасилование у нас 900 пока никого послать извините сейчас ребятки приедут и мы поедем на изнасилование на базе отдыха winter nights мне кажется ничего там такого нет таких мы людей мощных отправляем угроза теракта ёб твою мать опять они каждый день присылают мне вот эти вот я не хочу в это играть я просто не хочу разработчики поймите никто не хочет играть в ваши схемы они настолько глупо сделаны они настолько рандомные это не стратегия ты не можешь даже продумать на шаг вперед свои не нашел новых кадров хорошо а ты не нашел мы хуй с вами вот эти все ваши типа пошаговые вещи рандомные нельзя там там нельзя продумать настолько чтобы никто не погиб это рандом голим и рандом а зачем мне рандом в стратегии идите в жопу школьник в капюшоне аккуратно раскрашивать баллончиком фигуры великана с огромным фалосом пацан мазня баллончиком это не искусство сколько бы членов ты не раскрасил а я вот так сделал школьник увидел полицию бросил рисовать и забежал на полу разрушены трибуны давай выстрелим только мне стрелять нечем выстрелил воздух школьник испугался и сдался теперь ему придется отмывать свои художества хорошо все что главное чтобы никто не сдох копы нашли аудиокассеты но опять ну хорошо а это очереда этих после концерта так изнасилование голод и татуированный качок прижал худого длинноволосого парня лицом к стене на мокром полу валяется полотенце татарата так носила обоих примерно одинаковые поэтому потащил голову качка и арестовал для волосом парня больше ничего не угрожает прекрасно спасли одну задницу от писюна копы нашли хозяйственное мыло на месте преступления розенкранцы у нас хорош хорош красавчик здесь что бенедикт опросил часть свидетелей собрал базовую информацию о деле загадка похищенных данных я не буду пока это читать потому что мне это не интересно вот сейчас еще один день скорее всего будет потому что мы как-то бодренько бежим ну да потому что я не прохожу эти стратегии эти хваленые непонятно зачем придуманные разработчиками тактические элементы в игру они не нужны ребята они в этой игре они в этой игре вообще не это добавляет только пердеж автор но мне 1200 долларов всего я просрал я ни хрена минус 15 монет потому что потому я лучше так сделал я лучше проиграю игру и забью на нее чем буду играть в это говно честно эти стратегические ваши элементики так мурадьян пускай отдыхает это тоже пенкин спрингер перси перси ну блин мурадьян давай-ка ты тоже выйдешь не дак вас мало 13 числа 13 декабря последний день для этой серии курсовый не пришел на работу я выздоровел и готовый бой прекрасно я выздоровел и готовый бой великолепно я перебрал с убивкой сука так да они два алкаша они по ходу вместе бухают так и услыхал услыхал я тут что в лесу у истоков ручья там где треугольный камни лежит расшиваются какие-то подростки которые дают последние искушение нептуна 2 трезубец для колки льда в обмен на 4 банки тунца конечно я сразу помчался в лес промок из ног до головы поменялся а когда пришел домой так увидел что там совсем другая книжка подложка вместо фонтейна там про кого-то колфилда и даже никто не расследует некие убийства выходит туда-сюда куча людей и все короче хочу сегодня здесь выходной носить их подростков и преподать им урок литературы все понимаете о чем и вы ведь разрешите да пизду и ныж посмотрел я на довольные рожи ребят которые сходили на массаж и мне тоже захотелось попробовать сначала все было нормально но потом этот педик начал менять мой член я ему разумеется руку вывернул так что ему придется новую профессию искать не знаю зачем вы решили превратить полицейский департамент в притон для вращенцев но в таких условиях работать не буду ёб вашу мать иди ты нахуй значит просто нахуй дебилы млять я и вот откуда я нахуй знаю что там лед педики не педики вы едите в пизду вот честно конченые блять просто вот конченые вот реально разработчики блять и только трачу бабки нихуя не зарабатываю там полиция ну как и должно быть никогда никаких расследований все да короче я понял что эти игры не для меня вот 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 эти все не люблю все вот эти стратегии где надо все это вот это вот обдумывать тут даже обдумывать нечего я люблю думать в этой игре это это просто рандом голимый вот я ебал вот я вот массажиста блять пустил что бабок заработать что пацана нормально было нет вы понимаете он педиком оказался я ебал что он пидорас блять понимаете нет не понимаете сука разенкрант ахуеть блять я его вырастил блять она просто вот сука с младенчества нулевого взял стал самым крутым у меня он бил шел пидорас вот и пик разенкрант настоящий пидорас так окружная дорога источник сообщил что в город ведут контрабанду сигарет красном фургоне поехали заберем вот заебете я всех нахуй да не даже серьезно мне не хватает ебать значит нахуй я не поеду тратить идите нахуй честно просто нахуй ребятки из из компании разработчиков этой игры нахуй не станешь я предлагаю вам суд 10 тыс нет а мне не нужны 10 тыс нужно 20 ваше 10 тыс засуньте себе в очко так на собрании книжного клуба в доме миссис паттерсон завязывался потасовка из-за того что чья очередь пройти редкую книгу ну и сейчас я не поеду потому что у меня нет столько людей мистер наш не настоящая война с соседями неделю назад я привез из фирбурга ящик петард мы понемногу взрывали по дворе пацан писался отчасти но тут появилась кристорсон и кристорсон и соседи напротив и начали скандалить из-за шума я их конечно далеко нахуй послал но эти гады все же раздобыли петарды стали хлопать прямо у меня под окнами после такой хуйни и хотел раз она всегда приказать им чтобы они связались не с теми с парнями у нас ведь у вас и 10 заберу все но с хорошей доплаты ты 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 знаешь что нет это хуйня может спасти кому-нибудь жизнь ты там за своими соседями драчи сам так мне никто не туда людей нет так что я не пойду ни туда ни сюда и все из-за одного педика который решил отказаться хотя посмотрим это же будет раскрытие сюжета в другом направлении пожилой ветеран 2 700 идите нахуй просто блять игра специально так делать я не понимаю каждое задание уже под 3000 доходит у меня нет столько людей идите в пизду просто нахуй нахуй я не буду ничего переигрывать ребятки это скорее всего последняя серия это неадекватная игра просто меня уже бесит день возмущения так а возмужание одной убитой свиньи с трудом хватает на пару порций а запрос праздника что я зарабатывают так а что мне надо сделать что то что сделать бывший коп потащил с работы шокер это все хуйня угроза взрыва конечно как всегда когда что-то не получается еще и все все гибнут долба и били вот из вот ничего не буду вырезать не маты мне похуй честно посмотрите не понравится пошлите меня на все я наверно эту игру проходить больше не буду потому что но это она меня бесит вот честно этот чистый рандом блять просто рандом тут невозможно ничего предугадать наперед это я не хочу в такие игры играть тут от меня вообще ничего не зависит то есть какие-то мнения как но она как бы зависит что ты наверно там выберешь тут выберешь там ответишь так здесь так но я откуда за блять знал с этим массажистом даже как мне надо было пытать того чувака чтобы он не сдохну ответил мне я это это невозможно я несколько вариантов пыток проходил это бред просто бред это если он сдохнет он сдохну что блять тебе надо блять парочка смекалистых ребят которые разбираются в технике интеллект но нужен интеллект скорее всего нападение нет у нас не опять вы понимаете 2 200 мне не столько людей мне просто их нет у меня лошары просто лошары что здесь без шокер припросе понятно я что думал что они у них у всех и не не влияет что у тебя в карманах чисто и бред но там влияет здесь не влияет там стрелять воздух мне есть чего и стрелять воздух из хуя своего так что про право что-то про проводники из школы вспомнили заводские инструкции прочитали мистер он так довольны что предложил нам работу с хорошим окладом понятно и тянахо тоже значит ребятки вы понимаете да то есть я заработал 500 долларов но лишился игру на игра старая церковь бомж 2 400 не поеду потому что я не могу есть все ребятки то это out это последняя серия я я вам просто гарантирую просрали все что можно 2 200 я не могу ездить на эти задания идите в жопу в шопу просто идите незаконное лишение свободы бомб 2 400 это скорее вот незаконное решение свободы скорее всего бред нет да реально было кого-то нарушал закон ну класс на чем пришло у меня нету денег нет будильник еще блядь я очень рано утром записывать поэтому денег у меня сработал побег с места вай а ну хоть хоть здесь хорошо хорошо меня блядь жопа горит этой игры уже честно все 0 вообще 0 я не могу никого не нанимаете никого не могу покупать тут либо два варианта либо вообще самого начала все переигрывать самого-самого начала что и конечно же делать не буду ничего бляди ебанутая что поэтому я эту игру скорее всего заброшу не моё это не мое я не могу играть в рандомные какие-то игры которые вроде бы как должны отвечать за то что я за что я отвечаю джек а джек арестован вы не заботили фрая вовремя так что он сдал вас федералом вот собственно и все ребятки финал мой финал этой игры именно такой как хотите я вам говорил что тут очень надо внимательно вдумчиво сидеть размышлять перебирать в голове какие-то моменты отпускать с работы не отпускать с работы платить не платить нанимать не нанимать а вот эти вот пошаговые тактические бои и в этой игре это просто забейте потому что это настолько рандомно не вы даже представить себе не можете там невозможно невозможно стратегически как-то расставить всех по местам там невозможно повлиять как-то там даже вот у меня есть люди которые перед вернее копы которые стреляют у них три из трех стрельбы все равно они промазывают все равно они там что-то делают ну короче не так все это все рандом я не могу играть в такой потому что жопа горит я не хочу тратить нервы на то на те игры как от которых ну я не могу повлиять на это все вот вот я про что он говорит понимаете я заикаться начал так что вот он финал моей игры this is the police 2 по моему даже и первая часть у меня примерно также закончилась поэтому я на нее забил потому что но это нет это не то это слишком они блять они вроде делают серьезные какие-то игры но в тоже не серьезно но в то же время какие-то очень сложные в плане вот каких-то решений и ты вроде понимаешь что она да ну серьезное решение так массажиста позову или там кого-то там сейчас помогу чтобы заработать денег чтобы ну короче а тут хуяк хуяк и получается что я самый последний козел и все от меня ушли там сделал здесь он от меня пять или шесть копов ушли потому что я пытался заработать денег типа ну а если я не заработаю денег откуда мне блять в этой игре брать деньги чисто охуительно играть чтобы не ни один день не просрался да чтобы все расследования были вовремя сделаны да тут не получится так не получится влять так все короче финал игры и вот так ничего вырезана не будет как она шла серия 36 минут так она и выльется поэтому ли всем кто ждал или лил чтобы я полностью это продаю ребятку на сорян лиза спрости я знаю ты мне подарил эту игрушку но я не могу мне жопа горит от этой игры я честно пытался перепройти я перепроходил пять дней чтобы там все было нормально ну похуй и итог один то есть я там дох двоих копов спас здесь в итоге один самый крутой коп ушел но это полная шляпа честно все ребятки 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 мне аж во рту пересохло всем кто посмотрел большое спасибо и до новых нормальных игрушек я вот в такого плана игр больше играть не буду они реально они много тратят времени понту никакого от этого нет и и и